За 10 лет работы в службе экстренного реагирования Валерий Григорьевич 6 раз дежурил в Новый год. 2021-й не исключение. Для сотрудников спасательной службы эта ночь действительно особенная. Но из-за праздничной атмосферы с 31 декабря на 1 января приходится до 30 выездов. Возгорание домов, эвакуация людей, ДТП. Оказываем помощь, как положено. Ничего страшного нету здесь, что вот Новый год, когда страна встречает, празднует Новый год, вот тоска иногда накатывает с 11 где-то, ну до часу ночи, когда все там Новый год и так далее, а ты дежуришь, ну а что сделаешь. Встретить Новый год под бой курантов и отправиться поздравлять друзей и родственников службы такси в новогоднюю ночь для многих просто незаменима. Водитель Алексей Иваненко не теряет праздничный настрой, но все же немного переживает, что будет вдали от семьи. Ну немножко тяжковато, конечно, все-таки дома семья, жена ждет, хочется с ней отпраздновать, ну придется как бы работать. Будем, как говорится, другим помогать праздник, праздновать Новый год. Медицинским работникам тоже не приходится отдыхать в главный зимний праздник. Заведующий травмпунктом Алексей Бондаренко говорит, что привык работать в таком режиме. 24 на 7 и праздничная ночь для его отделения ничем не отличается от любой другой. Привыкли уже и людям надо помогать всегда, это все-таки наша профессия. Всех с наступающим Новым годом, чтобы вы не обращились, я желаю новогоднюю ночь, визитом к нам, мы, конечно, вам поможем, но лучше дома. Присоединяемся к поздравлениям и желаем всем зрителям радостно и без происшествий проводить старый и встретить Новый год.